Всем привет, это Костик, и сейчас мы будем пробовать делать пиццу из теста, которая у нас вчера вот получилась. К сожалению, что-то прошло не так, вероятно, это из-за весов. Что-то как-то в них ошибся. Получилось у нас не три лепешки, а две. Должно было получиться 750 грамм. Сейчас я доску положу. Так, итак, возьмем тесто сначала. Так, насыпем муки на стол. Так, открываем. Так, для начала я его вот так вот сплюсну, а потом превращу, это, попробуем превратить кружок руками чисто. Нажимаю сначала левой рукой, потом правой. После этого левой рукой, потом перевожу еще раз правой. И вот так по кругу. Но сегодня она у нас вот какая-то липкая, мы вот сейчас в муке сначала вываляем. Ну-ка, попробуем теперь. Вот, теперь хорошо все идет. То есть нажал правой рукой, поближе руку левой, нажал левой рукой, вправо, нажал правой рукой, и опять вот левой рукой. И вот так вот раскатываем. Так, можно было это побольше сделать, но вдруг порвется. Какой-то оно у нас получилось вчера, не очень. Так, берем дальше скалку и раскатываем. На тонком тесте пицца очень быстро делается, печется очень быстро. Круга у меня нет металлического, поэтому она у меня будет просто по форме противня, и я ее раскатаю. Раскатываю. А чтобы была круглая, нужен металлический круг и ножка специальный такой вот, по кругу резать. Так, ну-ка, скатывается, должно все получиться. Прилипло бы тут. Сделано. Сейчас вот так муки вот. Сейчас я все вытащу из духовки. Эх, придется лестницу чуть-чуть подвинуть. Сейчас посмотрю, как видно. Так, вот, нормально все видно. Так. Открываю духовку, достаю все, поставлю пока под стол. Так, беру плетень и перекидываю все на плетень. Тесто получилось так себе. Вот что-то я его слишком сильно раскатал. Ну-ка, попробуем мы его сейчас взвесить. Может, я его потом взвесил неправильно. 300 грамм. А, вот я ошибся. Должно было. Здесь 50, а я 300. И вот у нас и получилось два куска. Тут просто весы такие странные. Так, вот сейчас и то больше. Сейчас у меня 260. Вот что я делаю. И вот так вот от того тоже отрезать, и получится их три все-таки. Так, 250. Вот теперь 250. Сейчас по-новому сделаю лепешку. Это пока уберу. Вот что проблема оказывается. Не туда глянул. Сделал лепешки по 300, а не по 250. У меня там на делениях 200, 400. Я вот на середину увидел. И подумал, что это 250. Так, делаем то же самое. Сейчас поменьше раскатаем. Так. Все у нас должно получиться сегодня. Так, противень пока уберу. Так, раскатаем по новой. Я никакой не шеф-повар. Я просто чувак, который решил что-то попробовать приготовить. Чтобы не сравнивал с той кулинарией, которую показывают профессионалы. Так. Такого размера. Кладем на противень. Можно любой формы ее оставить. Но я вот сейчас по противню еще чуть раскатаю. Чем оно будет тоньше, тем оно быстрее будет готово. Если только будем делать пиццу с грибами, тогда нам надо будет подольше. Или с мясом там заморожено. А вот там с колбасой, с порудовым, с болгарским перцем. Оно быстрее гораздо все делается. Сейчас надо еще муку. Чуть подраскатать еще, ой. Наровато, но ничего страшного. Сейчас раскатаем еще чуть-чуть скалкой. Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Сделать было все лучше. Итак, вот такая вот у нас получилась лепешечка. Теперь будем делать томатный соус. Берем вот такую вот кастрюльку нам понадобится. Вот так вот. Убираем в курице. Убираем в миску по бельгам. Берем. Берем. Мне понадобится 2 ложки томатной пасты и 30 миллиграмм воды. Поскольку томатная паста у меня тут на дне, я 30 миллиграмм воды добавлю прямо в банку, перемешаю и выйду в кастрюлю. Итак, 30 миллиграмм воды добавляем в банку. Возьмем маленькую ложечку и перемешаем. Выливаем в кастрюлю. Теперь нам понадобится пол ложки соли, пол ложки сахара. Щепотка черного перца. И вообще нам нужны еще специи орегано. Тоже ложка чайная. Но вот их у меня нет. Буду делать без них. Так, пол ложки соли. Получается 2,5 грамма. Так, пол ложки соли. Щепотку черного перца. Перец черный молотый. Размешиваем все до однородной массы. И ставим на маленький огонь. Как закипит, еще 3 минуты побудет на маленьком огне. И готово. Также я, когда закипит, перемешаю. Так, где же спички у меня? Так, поджигаем. Все, соус делается. Теперь займемся начинкой. В качестве начинки сегодня мы возьмем чёрную колбасу, болгарский перец и помидор. Ну и, разумеется, сверху у нас будет сыр еще. Так. Итак, отрезаем сначала колбасы. Тут уже кому сколько нравится, кому какая не нравится начинка. Пробовал я и с вареной копченой делать колбасой и с ветчиной на белом соусе. Вот. Из пепперони пробовал делать тоже. И так. Сначала нарежу кружочками. А потом кружочки порежу на маленькие палочки. Так как там соусы. Так. Ну вот. Можно такие, можно поменьше. Колбаса быстро в духовке прожарится. Петрушкой можно в конце еще посыпать, уже когда пицца будет готова. или укропом. Но сейчас у меня это все закончилось. Делаю из того, что осталось. Так. Берем помидор. Заливаем кусочек. Так. Наверное, побольше можно. Так. Все. Оставшиеся ложки. Обратно. Как он тут стоял? На банке как-то. Так. Все. Это есть. Нарезаем помидор. Так. Также на полосочки. Вот. Потом я эти полосочки еще пополам порежу, чтобы они небольшие были. Но тут все на любителя. Так. Помидор есть. Колбаса есть. и берем болгарский перец. Так. Все. Соус готов. Сейчас его перемешаем. Сейчас покажу. вот. Вот у нас получился вот соус. Сейчас. Оттекает, когда поднимаю. Это вот томатный соус для пиццы. Так. Достаем перец. Отрезаем. Вот. Столичка, наверное, примерно. Перца хватит, я думаю. Так. Оставшийся перец в холодильнике. Так. И останется у нас только сыр. Поделите. Так. И останется у нас только сыр. Как раз, надеюсь, получится у нас тесто получше. И... Будет другая начинка. Так. Начинка готова. Теперь трем сыр. Так. Мне хватит, наверное, половины. От этого количества. Вообще, чем больше сыра, тем лучше. Так. Этот сыр я оставлю. Потом завтра еще сделаю. У меня же есть еще одна лепешечка. А сыр листьями, который у меня остался, я возьму на сосиски в тесте. Хочу попробовать сосиски в тесте. С сыром и болгарским перцем сделать. Так. Берем терочку. И натираем сыр. Так. Тут, в принципе, все готово. Можно разжечь духовку. Так. Выдвигаем нижнюю крышечку. Духовка перед этим должна разгореться. Все. Духовка включена. Так. Задвинем нижнюю крышечку. Все. Пускай погореть чуть-чуть. Так. А мы пока займемся сыром. И так. Я натираю сыр. И так. Я натираю сыр. И так. И так. Еще чуть-чуть. выключу так чем выключилась духовка вот это эксперимент итак я смазал тесто томатным соусом раскидал начинку и сверху засыпал все сыром к сожалению на фотоаппарате закончилась энергия вот пришлось подзарядить и пока он подзаряжался чуть-чуть я вот все это делал и так ставим в духовку так она у нас уже нормально так разгорелась попробуем сначала на 5 минут потом поглядим какое у нас тесто не сырое вот если все нормально то достанем если нет то еще чуть-чуть в среднем где-то минут 7 обычно на тонком тесте пиццы делается вот пока что я уберу со стола а потом посмотрим что получилось итак минут 7 прошло смотрим что получилось вот оно у нас снизу в принципе уже готово вот тесто не сырое итак вот наша долгожданная пицца осталось порезать и можно есть вот была бы зелень я бы сейчас еще зеленью посыпал но в этот раз без нее все итак 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 итак